аквариум это живой организм маленький кусочек природы свой мир который если разобраться не так сильно отличается от нашего мира как и в нашем мире мире людей в аквариуме должен соблюдаться баланс водоросли это своего рода показатель когда этот самый баланс нарушен в этом видео хочу вас познакомить с пятью самыми распространенными водорослями которые встречаются в пресноводных аквариумах начнем с того что многие начинающие аквариумисты ошибочно называют водорослями аквариумные растения эти вещи нужно четко различать водоросли это низшие растений в отличие от высших они не распределены на стебель корень и листья но правда нужно еще учитывать что существуют споровые растения которые имеют стебель зеленые листья но лишены корней этот так называемые мхи вообще понятие аквариумные растения неоднозначные ведь все аквариумные растения это культивированные растения из живой природы проще говоря все эти растения в аквариумах попросту сумели адаптироваться к искусственным условиям содержания и кстати говоря в пресноводной аквариумистике насчитывается около 500 видов но в этом видео речь пойдет не о них и так пятое место достается водоросли которую мы называем черная борода это вид водорослей относящихся к по царству багрянок научное название камсапогон считается одной из самых неприятных и серьезных проблем для владельцев аквариумов если с ней не бороться то тонкие волоски усеивают все поверхности причем не только декорации страдают аквариумные растения оборудование и даже стекла аквариума это водоросль не цепляется к поверхностям а врастает в них с помощью резоидов есть аквариумисты которые черную бороду используют как оформление аквариума действительно в целом сплетение тонких нитей выглядит как пушок правда избавиться от этой водоросли достаточно сложно аквариуму в оформлении которых используется черная борода аквариумисты между собой называют бородятник чаще всего черной бороды страдают медленно растущие растения такие как анубиасы папоротники и крипты карины но это совсем не значит что другие растения обладают иммунитетом от этой напасти если говорить честно то ни один аквариум не защищена черной бороды хотя бывают исключения в стабильном устоявшимся аквариуме с хорошо растущими здоровыми растениями как правило водоросли не выживают есть ряд факторов которые способствуют появлению черной бороды давайте их разберем первое это подмены воды рекомендуется делать подмены раз в неделю второе остатки корма в аквариуме или перекорм аквариумных жителей оставшийся на дне корм следует вовремя убирать из аквариума в противном случае образуется высокая концентрация органики которая является питательной средой для черной бороды третье декор из чужого аквариума или новые аквариумные растения будьте предельно внимательны к был декорациям и новым растениям очень часто таким образом черная борода кочует из одного аквариума в другой четвертый фактор перенаселение аквариума не забывайте о том что перенаселение не только ухудшает здоровье рыб и других аквариумных жителей но и пагубно влияет на всю экосистема аквариума пятый фактор это оборудование давно не менялись лампы слабая фильтрация и прочее желаю никому не обзаводится такой радостью 4 место эвгленовые водоросли это такая зеленая муть или еще говорят так цветение воды не очень приятное зрелище аквариум выглядит как самое настоящее болото многие увидят своем аквариуме такую зеленую муть делают подмену воды и это действительно помогает вода становится не такой мутной но ненадолго чаще всего появление этих водорослей говорит о том что в аквариум попадают солнечные лучи соответственно попадание прямых солнечных лучей в аквариум недопустимо на такое озеленение аквариума может влиять избыток различных питательных веществ для аквариумных растений их убирает только подменами самый быстрый способ избавиться от зеленой воды это применение у стерилизаторов многие накрывают аквариум толстой тканью таким образом что была полная темнота несколько дней но не забывайте про аэрацию воды при использовании такого метода борьбы и подмену воды ежедневно после этого световой режим примерно 8 часов после полного истребления водорослей можно световой день увеличить некоторые аквариумисты прибегают к различной химии но я лично не вижу нужды при такой простой проблеме третье место завоевала нитчатая зеленая водоросль или просто нитка сюда можно отнести сразу весь набор эдагониум ризоклониум спирогиру и даже кладофору в стабильных аквариумах ее не бывает практически никогда но в молодых недавно запущенных очень частое явление или в аквариумах с высшими растениями за которыми очень тщательно следят подкармливая удобрениями если говорить точнее то несоблюдение рекомендуемых доз вливая больше чем нужно если столкнулись таким в первую очередь обратите внимание на железо и микро удобрения бороться очень просто в первую очередь руками если нитки очень много если не так много то креветки амана с удовольствием полакомиться этими водорослями или рыбки водорослееды вообще любителей поесть водоросли достаточно много допускается применение химии второе место достается водоросли название которой ксенококус этот вид водорослей выглядит как зеленые точки которые постепенно захватывают обширную территорию аквариума под ярким светом светильника тень не любит если не удалять сразу точек становится все больше и образуется твердый налет однако как показывает практика если им выделить часть стекла например кусок задней стенки то рост этих точек уменьшается стоит заметить что зеленые точки появляются и на высших растениях вот это уже проблема удалять растений нужно аккуратно чтоб не повредить и стоит задуматься о том что вашим растениям не хватает удобрений хотя возможно и неверно подобранное оборудование для них в аквариуме всегда идет борьба между низшими водорослями и высшими растениями кто в ней победит зависит только от вас почетное первое место достается бурым водорослям их еще называют диатомовые водоросли они чаще других встречаются в аквариумах представляют из себя бурый налет который покрывает грунт оборудование декорации а порой и высшие растения на первый взгляд это безобидный налет который никакого вреда аквариумным жителям не несет кроме растений естественно но стоит помнить о том что он является отличным субстратом для появления черной бороды которая в нашем рейтинге занимает пятое место чаще всего появляются в аквариумах с низким уровнем освещения в воде с высоким уровнем силикатов ну и конечно в молодых аквариумах у которых идет азотный цикл удаляется руками скребками и прочим но не забывайте о креветках улитки и многие сомики с так называемыми присосками могут помочь избавиться от бурого налета напоследок хочу сказать о том что в современном мире очень распространена химия которая рекомендуется многими сайтами и блогерами и да это действительно быстрый способ борьбы и возможно необходимая помощь химии в аквариумах которые служат украшением офисов и тому подобного но если водоросли появились в аквариуме дома попробуйте обойтись без химии это не так сложно и к тому же интересно напишите в комментариях как вы боретесь с водорослями возможно ваш метод борьбы понадобится другим подписчикам канала а на этом у меня все всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале пар